АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, музыка Николая, музыка Виктора Ходякова, стихи Николая Абушенко, песня о России. Но сказать все-таки, наверное, хочется. Есть у каждого времени песни свои, о дороге, о доме, о верной любви. Только есть одна песня, всех песен сильней. Слово Родина, самое первое в ней. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 И думаю, для вас, дорогие гости, а для Николая Владимировича особенно, было радостно в том, что сегодня к нему на вечер, на встречу с вами, приехал член литературного объединения при Омской организации Союза Российских Писателей Гаврилов Геннадий Иванович. Пожалуйста. Субтитры подогнал «Симон» Прошел большой жизненный творческий путь. За это время им накоплен немалый потенциал. За эти годы заострилось и умение видеть в обыденности то, что под пером становилось предметом творчества, а значит тщательно исследуем, тонкого смысления и широкого обобщения. Сегодня у Николая Владимировича знаменательный день. И не его вина, что он немножко припозднился. Обстоятельства чаще всего бывают сильнее нас. Жизнь, как говорится, диктует нам свои правила. От имени Омской организации Союза Российских Писателей и от себя лично, как редактора-составителя литературного сборника «Пять городов», на страницах которого увидят цвет и ваши вещи. Желаем побольше вот таких в жизни, в будущем творческих успехов. С праздником вашей души. Поздравляю вас и желаю всего-всего самого лучшего. Очень приятно видеть сегодня в зале людей, которые очень помогли Николаю Владимировичу и помогли, чтобы вот эта книга вышла в свет. Это «Восточные электрические сети». Директор Сарай Александр Яковлевич и председатель профсоюзного комитета Дрига Юрий Владимирович. Приглашаю вас. Николаю Владимировичу я знаю 23 года. Это с момента организации предприятия «Восточных электрических сетей». Значит, в первое время он выступал с художественной самодеятельностью, даже работал у нас. Но у нас в нашей работе есть тоже своя романтика, но там меньше лилий. Поэтому Николай Владимирович снова начал заниматься тем, чем положено заниматься. Но он при этом этому предприятию, по-моему, больше в других предприятиях и не работал, кроме как заниматься культурой. И символично то, что на презентации книги Михаила Дмитриевича, значит, прозвучало, и открытие презентации было, значит, песни на стихи Петра Ивановича Анфинагента. Здесь, значит, тоже определенно, если бы Петр Иванович был жив, сейчас бы тоже была создана обязательно книга его стиху, но благодаря работникам библиотечной системы, тогда они сами занимали этим делом, и лично верили Кириллу Калиниченко. Значит, стихи Петра Ивановича, они в разных книжках, но полное собрание, кстати, у меня тоже есть. Значит, Василик Става есть, Михаил Дмитриевич лично подарил, значит, книгу. Ну и думаю, мы пришли с Юрием Братьевым Владимировичем Захожек. Николаем Владимировичем, все еще впереди, в 60 лет это еще не мог, как раз только заниматься этими делами. Поэтому я желаю вам отличного здоровья, значит, и продолжать больше не семья, но это тоже, а это на пользу. Богата, значит, талантом Николаевская земля, поэтому пусть это продолжается. Всего повара Николая Владимировича. Ну а что тут? Я по рукам. Нет, по рукам. Наш город небольшой, и имена и фамилии неординарных людей у всех на слуху, а сами они, как правило, на виду. И вот издавано уже имя Николая Владимировича Абушенко на виду и на слуху. И, безусловно, он причисляется к этим людям. Актер, поэт от Бога, мастер меткого слова, острой репризы, закрученного такого сюжета. И сегодня мы узнали его, он раскрылся вот за последние годы, а сегодня официально, как поэт. И как замечательный поэт, воспевший нашу родную природу, наших людей. И мы ему за это благодарны. Мы поздравляем его с этой замечательной датой. И с Александром Яковлевичем на сегодня мы думали, что подарить. Взяли с утра, замешали глину в кузнице, обожгли ее. И вот сделали вот такую вазу. И дарим ее от чистого сердца. Сегодня хочется сказать слова благодарности и редактору вот этого сборника, Абушенко Львович Евгеньевне. Я думаю, вы все присоединитесь к словам благодарности за то, что мы можем сегодня держать вот этот сборник в руках. Сможем перелистать его страницы. Спасибо вам, Любовь Евгеньевна. Художник-охранитель данного сборника Чернок Сергей Геннадьевич. Если вы перелистаете страницы, то вот увидите вот такие необычные рисунки. Спасибо вам, Сергей Геннадьевич, за творческую работу. Николай Владимирович приглашает вас. Не иначе, как победы этот день не назовешь. Потому что я знаю, настоящим боем создавалась эта книга, боем с монстром нашим экономическим. Я очень благодарен Николаю Владимировичу, что он меня доверил рисовать в этой книге. Позволил меня почувствовать иллюстратором, кем я еще никогда не был. Ну и, знаете, была раньше такая шутка «Я Ленина видел». Я могу с такой же гордостью сказать «Я видел рукопись». То есть один из немногих. А сейчас мне хочется предоставить слово творческому другу Николаю Владимировичу Абушенко, Андреевой Лидии Александровне. Дорогие друзья, сегодня у нас очень значимый день в нашем городе. Сегодня мы с вами присутствуем на рождении еще одной книги. Книги бесспорно талантливые. И мне кажется, мы с вами самые богатые люди в области. Правда? Потому что о нашем городе очень много книг уже вышло. И сегодня действительно у нас праздник для души. Потому что книга, которую мы с вами держали уже многие в руках, действительно написана от чистого сердца и каждому нашему сердцу. Вот когда я читала эту книгу, вы знаете, вот я даже видела глаза Николая Владимировича. Вот это вот солнце, которое он излучает, вот этот вот пейзаж, который он писал. Это здорово. Она кроме удивления и какого-то жизнелюбия ничего не выражает. А как действительно хлестко, вот только что проговорили друзья, каждая басня, это действительно остросюжетный, закрученный, будем говорить, современный роман. Это здорово. Николай Владимирович, большое вам спасибо за такое чистое сердце. От меня, пожалуйста, примите музыкальное поздравление, в котором, я думаю, будет тонкий намек, что это еще не лечит. И будет еще повторение. Правда? Когда мечта мечтою остаешься, Когда пленит луч воображения, И сердце почему-то не сбьется, И мыслям не осталось продолжения. А я не все еще на взгляд лучших, Еще не все трогали и позабыли, И песни о тебе не все прослушал, И в сердце не верит ось в город крыльпий. Не всякое сбывается желание, Хоть нет как-то надежды и терпенью, И невозможно вырвать при спале Правду, кого желание, А я еще не все мастера груши, Еще не все трогали и позабыли, И песни о тебе не все прослушал, И в сердце двери до сих пор открыты. Пускай судьба дозыта смеется На слабость душевного заката, Но все равно надежда остается, Хоть жизнь от нас уходит без возврата. А я еще не все мастера груши, Еще не все трогали и позабыли, И песни о тебе не все прослушал, И в сердце двери все еще открыты. И песни о тебе не все прослушал, И в сердце двери все еще открыты. Так вы поняли, Что он еще не все мастера груши, Это рождение Бога. Это экспромт позавчера ночью был первым. Николай Владимирович просветлел лицом, Когда увидел, что в двери входят его дети, Дочь Алена и зять Сережа. Я уже вам говорила, Что его зять Руденко Сергей Анатольевич Самый первый откликнулся на то, Чтобы оказать материальную поддержку, И чтобы мы сегодня увидели свет, Выход этой книги. Сережа, Алена, Вы не хотите поздравить? Потом, хорошо. Ну, Николай Владимирович, Очень рад вас видеть. Ну, а теперь я думаю, Слово нашему юбиляру. Дорогие друзья, Конечно, мне грустно с вами расставаться, Я бы так и сидел, И сидел, И рассказывал бы мне, Я вам. Конечно, расстаемся мы, Может быть, ненадолго, Может быть, надолго, Как пойдет, Как говорят, масть. Но еще есть возможности, Но теперь, конечно, Чтобы создать еще одну книгу, Вернее, ее сделать, Надо прожить еще такую же жизнь. Очень сложное это дело, Тем более, В наше такое время. Вы себе не представляете, Как это тяжело. Не только финансово, Но еще и другая сторона. А я сейчас от всей души Благодарен всем, Кто мне помог. Все, кто сегодня пришел сюда На презентацию Моей первой книге Я слово предоставляю Михаилу Дмитриевичу Зябкину. Мне может быть труднее говорить, Чем кому-либо из всех сегодня присутствующих, Так сложилось, Что наши дороги Сошлись в Калачинске. На этой земле Мы познакомились И с первого шага И до сегодня снего дня Мы шли, идем Рука об руку, Плечом, плечу. Что отличает Николая Владимировича Верность, дружбе, Отзывчивость, Добрый характер, Человеческие отношения. Все, что он Были сказаны о нем Теплые слова, Я хочу добавить Своих несколько слов. За всю свою жизнь Я читал много стихотворений, Басен, Не говоря о других там Жанрах. Но есть Среди них особые. Вот читаешь И тебя что-то трогает Сердце твое Неспокойно, Душа не на месте. Почему? Потому что Стихи эти Льются от души Из внутренней потребности. К этим стихам, К этим басням Относится Все творчество, Все написанное Николаем Владимировичем Павушенко. Я ему Говорю Большое тебе спасибо. Это большая удача. Большая удача. Некоторые стихотворения Читаешь И слова хорошие. И рифма хорошая. А он на тебе Совершенно не трогает. Не волнует. Но то, Что мы печатали В газете. И то, Что он Поместит Сумер. А он далеко Не все поместил. Оно все трогает И волнует. Потому что Написано Из его Внутренних Потребностей. Да. Это размеры Таланта. Это размеры Его внутренних Способностей. Я хочу пожелать Николаю Владимировичу Не отчаиваться. Я по себе Знаю, Что это Такое За муки Ада Для того, Чтобы Вышло В свет. Мы живем Очень Трагическое Время. Но Люди Труда. Наши Сибири Конечно Достойны Того, Чтоб Мы И при Этих Невыносимо Трудных Условиях Николая Владимировичу Не сдавались, А находили Темы Для нового Творчества. Потому Что У нас Мы Пока Еще Живы Тех Прекрасных Традиций И той Прекрасной Жизни, Которую Мы Прожили. И мы Обязаны В прозе Сказать И в стихах Здоровья Тебе И удачи Новый Великий Николай Владимирович Еще Одно Поздравление Архарова Ирина Михайловна Преподаватель Музыкальной Школы От Чистого Серпа Да, уж Воистину От Чистого Сердца Вы знаете Я Уже Честно говоря Привыкла Вот сюда Выходить Меня тут Разбаловали Немножко Я все Выхожу А знаете Почему? Потому Что Мне очень Нравится Говорить Добрые Слова Дело В том Что Я Можно Сказать Половину Своей Нынешней Жизни Аж Целых 18 лет Провела В Калачинске Вы знаете Когда я сюда Приехала Я Вообще Не Представляла Что Может Быть Такая Жизнь Ну Омск Город Большой И Там Ты Как Маленькая Песчинка Никто Тебя Не Знает Собственно Никому До Тебя Нет Дело И И Я Знаете Просто От чистого Сердца Говорю Что Я Счастлива Я Счастлива Что Окунулась Вот В Общество Таких Людей И Счастлива Можно сказать Знаете В хорошем смысле Слово Обалдение Весь вечер Читали Капочки Хохотали До упаду А потом В ночь Не спали Вот И Знаете Мне очень радостно Что Я Вообще Рада До Ну Это вершина Счастья Потому что Я Соприкоснулась Такими Людьми И Я думаю Что Я на всю Жизнь Запомню Ой Ну Я наверное До пенсии Не дождусь Я Знаете Вот Столько Клянчу Клянчу Хомякова Клянчу Обушенко Клянчу Ну напишите Для меня Что-нибудь Мне так хочется Выйти И спеть Что-нибудь Что специально Для меня А то я тут Все в ансамблях В ансамблях И тут Знаете Так получается Что придется Скоро уехать И вот Когда выйдет Свет Вторая Там Или какая Нацицая Может быть Книга Ну что Вот Я выйду На эту сцену Что я спою Срочно беремся за дело Спасибо Я думаю Все-таки Годам Пятидеся Так я Тоже Выбью И что-нибудь Все-таки Спою Что-нибудь Спою Конкретно Я поздравляю Николая Владимирович Я все-таки Желаю Чтобы Побольше Написали Таких Хороших Стихов Потому что Знаете Сидишь Когда Слушаешь Вот Действительно Сказано Что есть Много Всяких Стихов Но душу Трогают Немногие Стихи А когда Сидишь У тебя Слезы Наворачиваются Спасибо